Скидка 45% на первый заказ в Яндекс.Лавке по промокоду ЭТОЛЕТО. Уход за собой это не только про внешность, это про состояние, про настроение, но в любом случае это момент благодарности и заботы о себе. Всем огромный привет, с вами Ксения Калм, и сегодня поговорим про уход за собой в домашних условиях. Ну и так как сейчас лето, ухаживать за собой хочется еще больше. Сегодня я расскажу и покажу уходовые средства как для тела, для кожи, для волос и даже ногтей и уход за руками. Что-то будет очень бюджетное, даже аптечное средство, и что-то будет подороже. Я хочу начать со средств для ухода за телом, потому что, признаюсь, например, скрабы я в холодное время года не очень часто использую, а сейчас летом снова потянулась рука использовать их почаще. Хочу показать два средства, начнем с сахарного натурального скраба для тела от Synergatic. Использую я его не очень давно, но он мне сразу же понравился, и чем-то напомнил вот этот вот скраб, перечная клюква, который я вам показывала уже много раз. Но в последнее время я его в магазинах не замечала, возможно, его сняли с производства. Плюс все-таки, когда ты долго чем-то пользуешься, это тебе надоедает и хочется найти что-то на замену. Этот скраб классный, и у него здесь достаточно крупные абразивные частички. Здесь просто восхитительный аромат. Если вы любите что-то ягодное, что-то летнее, такое прямо, что хочется сразу же скушать, вот это я могу сказать об этом скрабе. А еще по скидке он у меня вышел рублей за 200-250, то есть такой максимально бюджетный классный вариант. И второй скраб, который часто у меня был на слуху, я часто его замечала в интернете, но сама не пробовала. Это скраб от The Act, и купила я его только после того, как мы в Telegram с вами провели целую рубрику, где с друг другом обменивались классными фаворитами, классными средствами по уходу за собой. И очень многие девушки рекомендовали именно вот этот скраб, поэтому я... Просто у меня не было шансов его не попробовать. Я взяла не самый популярный аромат, самый популярный, по-моему, с кокосом, с ванилью, то есть он такой сладковатый и достаточно маслянистый. Я выбрала скраб под названием балансирующий, признаюсь, название меня тоже привлекло, но еще мне понравилось, что он не настолько сильно маслянистый, как вот светлый, который идет с кокосом. Этот менее маслянистый, и у него не такой навязчивый аромат, то есть здесь что-то более травянистое, морское, может быть, аромат чая. После него кожа мягкая, и остается небольшое увлажнение, то есть небольшая маслянистость, и после него можно даже не наносить крем, либо нанести немного. То есть после вот этого скраба обязательно нужно наносить крем, потому что после него кожа такая достаточно сухая, ну, в хорошем смысле, то есть она просто отшелушенная, а здесь отшелушение плюс увлажнение. И, кстати, я провела эксперимент. На половину тела я нанесла один скраб, и на вторую второй. Дала потрогать Лёше руки, и он сказал, что вот эта рука мягче. И, тарарарам, там был нанесен вот этот скраб. Забавный факт, но на самом деле оба скраба классные и справляются своей задачей на ура. И скрабы я сейчас использую не только с целью отшелушивания, а с целью привести свою кожу в тонус. Сделать ее такой подтянутой, омолодить, можно сказать, и просто вот такой хорошенькой ее сделать. Далее один из моих самых любимых форматов, того, чего я люблю использовать в душе, это, как это ни странно, твердое мыло. Чаще всего я выбираю нейтральные запахи, которые далее не перебывают аромат духов. И здесь у меня мыло, которое даже по цвету натуральное, и плюс по аромату оно, ну вот как действительно мыло. И это у меня сувенир, который я привозила из путешествия, и вот у меня осталась последняя пачка, которую я очень берегу. Мыло может быть абсолютно любое, но когда вы найдете то самое свое идеальное мыло, то вы поймете, вот почему я фанат твердого мыла для душа. Ну и также его можно ассоциировать с каким-то путешествием, возможно с каким-то подарком, потому что душ это не только про чистоту, это про эмоции и про настроение. И всегда, когда я моюсь вот этим мылом, я вспоминаю и свое путешествие, и то, что я подарила такое же мыло маме, и как она радовалась и говорила о том, что она теперь с этим мылом ходит в бассейн и пахнет там вкуснее всех. Конечно же, помимо мыла я люблю использовать гели для душа. Если мыло я люблю с запахом чистоты, который очищает меня до скрипа, то гели для душа я чаще всего выбираю с какой-то свежестью, с какой-то цитрусовостью. И сейчас у меня как раз-таки цитрусово-цветочное мыло, которое называется Вервиен, и кстати говоря, оно тоже от Локситан. Если что, я с ними не сотрудничаю, просто очень люблю их косметику. И еще важный момент для меня, что этот гель для душа не перебывает аромат духов. То есть он ярко пахнет именно во время принятия душа, я получаю эмоции. Далее выхожу, буквально пару минут, и он так плавно с меня сходит, и я с спокойной душой могу наносить духи, не думая о том, что на мне будет какая-то сборная солянка из разных ароматов. Принимая душ, я люблю ухаживать и за лицом, и самый мой любимый формат конкретно для душа — это энзимные пудры. Например, сегодня утром я использовала с зеленым чаем энзимную пудру от By Wishtrend. Она у меня уже где-то полтора года, я вам ее, возможно, тоже уже показывала. Она классно справляется со своей задачей, потому что скрабы ни в коем случае не наносите на кожу лица. Лицо у нас все-таки более нежное, более чувствительное, и такие скрабы могут быть травматичны для нашей кожи, поэтому на лицо используйте что-то более щадящее, такие как, например, пилинги кислотные или энзимные пудры. Сразу после душа, если моя кожа раздражена, что бывает очень редко, я наношу термальную воду. Хотя термальной водой я чаще пользуюсь именно в течение дня, чтобы освежиться, либо в жару аккуратненько, также деликатно освежиться, если я, например, вне дома, либо я дома за рабочим столом. С термальной водой меня познакомила моя сестра. Когда я приезжала к ней в гости, мы тогда гуляли, и она брызгала лицо и своему сыну, то бишь моему племяннику, так и мне, и себе. И мне так понравилось, что поэтому, когда я вернулась домой, я тоже стала использовать активно термальную воду. У нас пришла жара, и термальная вода спасает меня. И обычная вода тоже. После полноценных ванных процедур у меня возникает желание, ну, иногда это один раз в неделю, иногда один раз в месяц, это использовать тканевые маски. Я их использую редко и скорее в качестве ритуала по уходу за собой, в качестве вот что-то сделать себе приятненькое. Здесь у меня тканевая маска от Аржена. Мне ее положили в подарок, поэтому еще пока что не успела попробовать. Но из того, что уже проверенное мной, и то, что я покупаю не первый раз, это тканевая маска от PAYO, розовенькая. Сейчас вам, кстати, принесу. Она у меня в холодильнике лежит. Вот, она у меня лежала в холодильнике, потому что как раз-таки сегодня утром я ее использовала. И внутри остается сыворотка. Мне ее жалко выбрасывать, поэтому я ставлю в холодильник. И на следующее утро остатки сыворотки прямо без маски просто наношу на лицо. После того, как я выхожу из душа, я наношу не очень много средств. Это, во-первых, конечно же, крем. Крем наношу не каждый день, а по мере поступления. Но, например, летом я использую после каждого применения душа. Как еще мама учила из детства, что летом, Ксюша, обязательно наноси крем на ноги. Тогда у тебя будет красивый загар на ногах. Для красивого и нежного состояния кожи, я думаю, что крем это такой важный атрибут в уходе за собой. Здесь у меня термальный крем от Aven. Здесь уже, вот смотрите, меньше, чем половины баночки. Я им активно пользуюсь. Особенно я его люблю наносить на ноги, также на руки, на локти. То есть с сухими участками тела он справляется на ура. А там, где кожа более нежная, например, на шее, на животе, там я уже наношу прямо горошинку. Я не могу не обратить внимание на аромат. Здесь он совершенно не навязчивый. То есть он не перебивает, опять-таки, аромат духов. И пахнет как такой, может быть, аптечный. Прямо кремушек-кремушек. Из бюджетных вариантов мне очень нравился лосьон для тела от Ифраше. Но, как говорила ранее, эту продукцию я уже успела в одно время так часто поиспользовать, что она мне надоела. Но по качеству они достаточно хорошие. И еще хочу вам показать дезодоранты, которые я использую. У меня их три. Во-первых, хочу вам показать дезодорант, а точнее говоря, антипеспирант от DAF. Именно в таком стике, а не шариковом ролике, мне нравится больше всего. Потому что на коже они остаются более сухими, а вот шариковые, они все-таки более влажные, дольше сохнут. И мне кажется, что с ними я потею сильнее. Он не только быстро сохнет на коже, но также будто ухаживает за ней, потому что здесь крем в составе. Плюс я всегда выбираю без запаха и невидимой на одежде. Потому что, когда остаются белые пятна, это не очень приятно. Во-вторых, тоже дезодорант от DAF, но он вот в таком формате крема. Здесь он прямо выдавливается, и я наношу его как крем. Чаще всего использую его, когда далее я не надеваю какую-то обтягивающую одежду, а мои руки свободные, как сегодня. Люблю использовать его, потому что это вот чисто как крем, который ухаживает за кожей вокруг... Какой кожей? Кожей на подмышках. И последний дезодорант, который я начала использовать относительно недавно, примерно полгода, это дезодорант Dry Dry. Этот дезодорант отличается кардинально от этих двух, потому что, во-первых, здесь такая водичка. Во-вторых, его наносишь один раз на ночь на чистые подмышки, ждешь, когда они полностью высохнут. С утра просыпаешься, смываешь это средство с подмышек, и примерно неделю, ну, несколько дней точно, у тебя кожа под подмышками абсолютно сухая. То есть, это такая палочка-выручалочка не на каждый день, а вот, возможно, у вас какие-то важные моменты, когда вам не хочется потеть. Либо просто настроение, например, вчера на ночь я его использовала. На постоянной основе я его все-таки не использую, но периодически очень мне понравилось. Давайте перейдем к самому интересному. Лично для меня на данный момент это уход за руками и ногтями. Казалось бы, это такая не очень важная тема, но именно в такой мелочи и кроется некоторый уход за собой. Иногда этот уход можно свести к минимуму, использовать только крем. Но сегодня я расскажу все-все-все, даже до мелочей и даже о том, что, казалось бы, привычная вещь мыло для рук, но даже оно влияет на состояние наших рук и ногтей. И раз уж я затронула эту тему, то давайте начнем с мыла. Очень часто мы не особо задумываемся о качестве мыла, берем какое угодно, лишь бы мыть руки от грязи. Но бывает так, что мыло может очень сильно высушить кожу наших рук. Поэтому на что стоит обратить внимание? Во-первых, это кислотно-щелочной баланс. То есть, в целом, мыло должно быть такое нежное, деликатное. Я чаще всего предпочитаю крем-мыло, то есть, можно сказать, два в одном и очищение, и забота о руках. Поэтому обращайте внимание на мыло, на его состав, на его качество и на то, чтобы он не пересушил кожу ваших рук, потому что потом вы еще больше усилий потратите на то, чтобы увлажнить эту кожу. Здесь у меня сейчас жидкое мыло от Essential Parfums с ароматом бергамота. Конечно, не самый бюджетный вариант, и еще я очень люблю твердое мыло. Например, раньше я обожала мыло DAF, но сейчас я его не могу найти нигде. Поэтому буду рада, если вы посоветуете хороший крем-мыло. Думаю, это будет полезно не только мне, но и многим зрителям. Далее, крем для рук. Если не брать самые бюджетные варианты по типу бархатной ручки, которые являются в целом хорошие, то здесь у меня сейчас два любимчика. Первый крем здесь составит 20% масла корите. Этот крем от бренда L'Occitane подарил мне Леша полтора года назад. Это на самом деле огромный тюбик в жизни, я думала, что я его никогда не доиспользую. Здесь 150 мл. И вот спустя полтора года он наконец-то начинает заканчиваться. Очень хороший крем, я его особенно люблю использовать зимой, но на самом деле и летом тоже наношу. Чаще всего я его использую на ночь, а также хочу рассказать вам о том, как его можно наносить. Потому что некоторые его используют, и кому-то не нравится слишком густая текстура. Так вот, для того, чтобы этот крем лучше впитывался, как только вы помыли руки, оставьте ваши руки немного влажными. Нанесите сюда крем и потрите буквально вот только с внешней стороны. Я обычно вот так вот делаю и иду спать. Аромат здесь очень легкий, я бы его называла просто аромат крема. По составу и по качеству этот крем мне до сих пор нравится, но недавно, благодаря вам, я попробовала кремушки от Зеленский Розен. Раньше я думала, что на них просто хайп, потому что это действительно популярный бренд, но когда что-то рекомендуете мне конкретно вы, потому что некоторых я уже запомнила в лицо, по аватаркам в Телеграм, на Ютуб, и когда я читаю ваши рекомендации, то мне уже с большей вероятностью хочется что-то попробовать. У него стандартная текстура крема, не слишком легкий и не слишком густой. Например, вот этот вот, он погуще. И еще, что мне понравилось, этот крем не только ухаживает за руками, здесь остается восхитительный аромат. С первого же применения я обратила внимание, что этот аромат даже остается после того, как я помою руки. То есть я мою руки с мылом хорошенько, а аромат все равно присутствует на коже. Это свойство меня очень удивило, и теперь периодически, когда мы встречаемся с подружками, я рекомендую вот этот крем. Единственный момент, вы рекомендовали мне другой аромат с апельсином, жасмином, но почему-то в магазине я перепутала и взяла с ароматом розмарина, лимона, нироли. Этот тоже приятный, но он все-таки какой-то более сильный. Подружка мне сказала, что он вообще пахнет как мужской. Я так не чувствую, но потом я несколько раз ходила в магазин, и все-таки аромат с апельсином и жасмином мне нравится больше. Как только доиспользую вот этот, обязательно приобрету себе именно тот. И еще одно средство для кожи рук, о котором я узнала лет 5 назад, если не больше, это глицерин. Он продается во многих аптеках. Единственный момент, обязательно обратите внимание, чтобы он был в стекле. Потому что когда я купила вот в такой пластиковой тубе, то он оказался не очень хорошего качества почему-то. И мне кажется, что это связано именно с тубой, что в такие разливают один глицерин, а в стеклянный более густой. Именно такой густой глицерин я использую чаще всего в зимний период, либо в летний период, когда у меня руки почему-то обветрились. Я наношу его на ночь, прямо вот сюда капаю, размазываю по рукам. Он на руках такой слегка маслянистый, но если долго тереть, то достаточно так хорошо впитывается. Далее иду спать, и на утро руки волшебно шелковистые. На ежедневной основе это не очень удобно использовать, поэтому я все-таки оставляю за собой кремы. Но периодически привести свои руки в порядок и обратиться к такому соцсредству, это хороший вариант. И еще о чем я совершенно забыла, это то, что нужно не пренебрегать этой зоной рук, когда мы скрабируем кожу в ванной. Эта зона нашего тела также важна, также нужна, и когда я ее отшелушиваю, я чувствую, насколько мои нежные становятся ручки. Также недавно я нашла классное средство для кутикулы, и плюс оно подходит и для кожи рук. Это масло от бренда The Act. Прямо сейчас я его чуть-чуть нанесу. И после нанесения, если его хорошенько распределить, вот так вот нанести на пальчики, то он впитывается достаточно быстро. То есть не остается такой сильной жирности. Если она остается на внутренней части рук, то я просто притираю эти части сухой салфеткой. Иногда это масло я наношу только вокруг ногтей, а иногда и на кожу рук. Хорошее уходовое средство для профилактики появления огрубевшей кутикулы или огрубевшей кожи на руках. И покупала я его очень выгодно, мне кажется, рублей за 250 в золотом яблоке. И еще одно средство для кутикулы, которое еще более удобное, чем вот это, это гигиеничка, которая вам почему-то разонравилась или не подошла для губ. Ее удобно носить с собой. Мы высовываем, мажем кутикулы и все. И давайте перейдем конкретно к маникюру в домашних условиях. Периодически, примерно раз в год, меня тянет в салон красоты, ходить на гей-лак, но очень быстро это надоедает. В начале лета я сделала пару раз, но сейчас опять вернулась к домашнему уходу. Во-первых, это удалители кутикулы. Я решила попробовать сразу два разных, они мне оба понравились, по действию примерно одинаковые, но все-таки больше, по эффекту мне понравился вот этот вот розовенький. Я его наношу по инструкции на 30 секунд и далее отодвигаю апельсиновой палочкой. Насколько мне известно, у ремуверов накопительный эффект, поэтому теперь я решила на постоянной основе их пока что использовать. И моя кутикула действительно стала выглядеть более аккуратной. Хотя также мне понравился еще один лайфхак, это после каждого мытья полотенцем отодвигать кутикулу. Многие пишут, что после такого она совершенно перестает беспокоить, она перестает так сильно отрастать. Но у меня пока что на практике это совершенно не получалось, потому что одно время я тоже пыталась привести себе такую привычку. По многочисленным рекомендациям я попробовала железный укрепитель. Это такой лак для ногтей, где соль и железо участвуют в процессе формирования ногтевой пластины. Питают, восстанавливают и укрепляют. То есть этот лак не только работает над восстановлением ногтей, но также подходит для такого базового нанесения. Больше всего мне нравится, когда я наношу его в один слой, он такой совершенно полупрозрачный, с легкой розовинкой. А когда наношу его в два слоя, то у него такая больше розовинка. Вот как раз-таки у меня сейчас нанесено два раза. Хорошее средство, очень бюджетное. Иногда я его чередую с прозрачным лаком для ногтей. У меня здесь Sally Hansel, мне кажется, я его покупала очень давно. Но на ногтях он держится чуть меньше, чем вот этот вот железный укрепитель. А еще я заказала топ для ногтей. Картинку вот здесь оставлю. Я прочитала восхитительные отзывы по поводу этого средства. И решила тоже его заказать, чтобы наносить один слой железного укрепителя и один слой топа. Я думаю, что так и средство будет дольше держаться. И вот оттенок ногтей тоже будет более приятный, который нравится мне. На все средства я оставлю ссылки в описании. И практически все я заказывала в Золотом Яблоке. И сейчас хочу уделить время и поделиться не только промокодом, но и рассказать, насколько удобно их приложение. В приложении всегда много скидок, акций. Я часто замечаю в комментариях, что вы у друг друга спрашиваете, вот у кого-нибудь есть новый промокод в Золотом Яблоке, кто может поделиться. И помимо огромного ассортимента с хорошими ценами, там также очень удобное приложение. То есть мне прямо доставляет удовольствие само приложение. Я люблю там читать про бренды, читать составы, добавлять что-то в избранное. Плюс, например, я ставила уведомление о поступлении топа от Sally Hansel. И как только мне пришло уведомление, я поскорее оформила заказ, пока он в наличии. Ну а сейчас я хочу поделиться с вами промокодом CALM. Он даст дополнительную скидку 15% при заказе онлайн от 5000 рублей. Будьте внимательны, на некоторые бренды скидка не распространяется, но практически на все она действует. Вместе с ремувером все-таки кутикула где-то может периодами оставаться, и я ее тогда убираю вот такими ножничками. У них здесь очень тоненькие окончания, они в целом подходят для срезания всей кутикулы. Я их покупала года два назад, это бренд Stalix. Также я заказала пилку для придания формы ногтей, она такая жесткая. И вот такой бафик. Здесь разные мягкости покрытия. Я в основном использую либо самую жесткую, либо вот эти уже по настроению, они здесь, а вот это вообще мягко, мне кажется, как моя кожа. И еще сразу хочу сказать, что вот эта вся процедура, она не занимает много времени. Возможно, когда у вас мало опыта, и вы делаете первый, второй раз, то это будет выходить немного дольше. Но когда вы будете делать это третий, пятый раз, то это достаточно быстро, потому что я вот вчера делала, и все, это заняло у меня 15 минут максимум. И давайте перейдем к волосам. Первое средство, оно не какое-то конкретное, это в целом масло для волос, которое вам по каким-либо причинам не подошло, надоело, либо просто разонравился запах. Тогда вы можете наносить его не на весь день в качестве несмываемого средства, а наносить его в качестве смываемого средства, а именно в качестве маски для волос. В последнее время я снова вернулась к этому формату масок, потому что летом мои волосы стали больше выгорать, они стали более сухими. Конечно, не как солома, но я все-таки заметила, что сухость летом проявляется больше. Я взяла масло, которое в качестве несмываемого показалось мне слишком густым, поэтому я беру несколько капелек, наношу обильно на всю длину, избегая корней. Далее заделываю пучок и хожу сколько-нибудь времени, иногда это час, иногда это 15 минут. Затем хорошенько смываю шампунем 2-3 раза и наношу кондиционер. Такой же способ подойдет не с маслом, а с любым кондиционером. Если вы будете наносить кондиционер примерно за полчаса до мытья на сухие волосы, то когда вы его смоете, далее нанесете шампунь, потом опять кондиционер, то вы заметите, что волосы будут гораздо мягче, нежели вы просто помоете волосы шампунем и наносете кондиционер. Этот лайфхак я также периодически использую, но в последнее время все-таки стараюсь избавиться от всех ненужных масел. Раз уж я взяла этот кондиционер в руки, а точнее говоря, это кондиционер-маска, то скажу, что я обожаю это средство. С ним я познакомилась не так давно, примерно с марта, но оно мне сразу же понравилось по эффекту, потому что волосы действительно гладкие, действительно блестящие. То есть не от каждого кондиционера такой эффект, потому что некоторые кондиционеры имеют гораздо более скромный и скудный состав. Единственное, по аромату он прямо сладкий-сладкий. Для волос я все-таки больше люблю какие-то свежие ароматы, но на самом деле этот аромат не так сильно меня беспокоит. Совсем недавно я наконец-то начала использовать тот формат средства для волос, о котором мечтала давно. Это формат кондиционера в виде спрея. То есть в душе я теперь наношу только шампунь, потом, например, маску, а кондиционер наношу уже после мытья на слегка влажные волосы. То есть распыляю его по всей длине, далее расчесываю и сушу своим стандартным образом. Но сразу хочу сказать, что все-таки у кондиционеров такое свойство, что они немножечко скользят, потому что они делают волосы блестящими, делают такими слегка маслянистыми. Поэтому обязательно наносите их над раковиной ванне. Недавно я нанесла его вот здесь перед зеркалом в зале, и потом Ноксик целыми днями здесь скользила. Я еще сначала не могла понять, почему она скользит, почему она хотела запрыгнуть на окно, а вместо этого просто вот так лапами проскользила. Только потом я поняла, что в этом месте я нанесла кондиционер, и здесь были скользкие полы. Далее средства против перхоти. Лично у меня перхоти нет, поэтому я вам покажу топ от Леши. Сколько лет я наблюдала за тем, как он мучается, ищет средства от перхоти, пробует, что-то ищет. И только вот это средство, лекарственный шампунь Низорал, помогло ему. Он использует его не на регулярной основе, а периодически по мере поступления проблемы. Следующее средство, которое является в топе и у меня, и периодически у Леши, это сухой шампунь от Батист. Мне его хватает примерно на год, то есть это всего лишь второй бутылек, который я покупаю. Я его также использую не на постоянной основе, а периодически, когда мне хочется освежить вид своих волос, а по какой-то причине я их не помыла, либо мне просто не хочется их мыть еще рано. И его можно использовать не только стандартным способом, наносить на корни, чтобы волосы не выглядели сальными, а также его можно использовать для объема. Об этом лайфхаке я узнала, когда работала в центре восстановления волос, и теперь делюсь этим лайфхаком с вами. Его можно наносить как раз-таки на прикорневые зоны, можно как-то причесать, легка начесать, и действительно появляется объем. И последнее средство для волос это скраб. С ним стоит быть аккуратнее, потому что если на вашей коже есть какие-то раздражения, какие-то ранки, то, конечно же, его использовать не нужно. Но если у вас с кожей все хорошо, то для профилактики иногда можно использовать шампунь-тероскраб. У меня он от Мале, и его нужно использовать каждое четвертое мытье головы вместо шампуня. Здесь такая небольшая концентрация скрабирующих частичек, и это меня и привлекло, потому что не хотелось какое-то супер жесткое средство. А вот для разнообразия, чисто вот на пробу, для того, чтобы легонько отшелушить кожу моей головы, я решила его попробовать. Пока что успела его использовать три раза, он у меня не вызвал каких-то раздражений, как прошлый скраб, который я когда-то пробовала. И по теме волос хочу закончить вопросом, пробовали ли вы когда-нибудь соль для волос? Меня этот формат очень заинтересовал, я даже приобрела, но пока что не очень понимаю, как им пользоваться. Поэтому ваш опыт и советы в данной ситуации могут меня спасти. Обязательно пишите в комментариях, я все буду внимательно читать. Кстати, вы заметили, что целое видео здесь полоноксик, и, можно сказать, ухаживала за собой. Потому что сон это важная составляющая в уходе за собой. Надеюсь, видео оказалось для вас полезным. Не забывайте подписываться на канал. Ну а мы увидимся с вами в новом видео. Пока-пока!